Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня о выходе второй версии PIRIO. О первой мы уже рассказывали и хотя ничего революционного в новой версии не появилось, PIRIO стоит того, чтобы о нем напомнить. PIRIO это защищенные файлообменник и мессенджер в одном флаконе. В презентационном ролике PIRIO показано, какими способами можно обезопасить имущество дома, у которого настиж открыта дверь. И все это многообразие небезопасных способов ведет к одному простому выводу. Нужно просто закрыть дверь и чтобы ключ был только у вас. PIRIO говорит, что он не имеет доступа к вашим ключам, никогда не сможет прочитать ваши сообщения или скачать файлы и вы всегда будете единственным владельцем. Собственно поэтому о PIRIO и стоит говорить. Разработчиком программы алгоритма являлся Надим КВС. Не знаю точно, как произносится фамилия. Специалист по криптографии, выступающий за защиту информации и частной жизни. За свою работу программист подвергался преследованию в нескольких странах, включая Америку. Итак, скачиваем программу. Устанавливаем. PIRIO нам сообщает, что несет конфиденциальность для всех, а также то, что нам нужно войти или завести аккаунт. Хотя у меня аккаунт есть, но заведу еще один, так как там есть одна особенность, а именно вот. Тут нет привычного пароля, а есть аккаунт K. Те, кто не знают английского, могут не понять, что это нужная вещь и ее надо сохранить. Естественно, в надежном месте. PIRIO повторяю для тех, кто даже знает английский, что это серьезно и это надо сохранить. А то вы потеряете доступ к вашим файлам и переписке. Далее можно выбрать автоматический вход на этом устройстве или чтобы PIRIO всякий раз запрашивал аккаунт K. Тут решайте сами. И мы заходим в программу. Но ведь красиво же, как говорил Феофан Грек в фильме Тарковского. PIRIO прекрасен всем, кроме одного. Он не очень популярен в России, а для общения в нем пользователи должны иметь здесь аккаунт, что логично. Хотя PIRIO и анонсирует выход дополнения, который будет посылать зашифрованные письма и на внешние адреса, но пока этого нет. А так все просто и понятно. Настройки. Мало чем отличаются от Telegram. Адрес почты, кстати, надо подтвердить. Да и в использовании PIRIO мало чем отличается от обычного мессенджера. Добавляете людей в список контактов. Начинайте общаться. Просто здесь вы можете быть уверены на 98 процентов, что ни одно ФБР или ФСБ вашу переписку не прочтет. В других мессенджерах я уверен на 76 процентов. И, конечно, вишенкой на торте является файлообменник, также как и мессенджер, шифрующий файлы. Заливаете на файлообменник. Соответственно, можете расшарить файл кому-то и потом, если надо, удалить. Файл удалится у всех, кому вы дали доступ. Напоследок о ложке дегтя. Сообщение, которое больше трех месяцев, архивируется, и доступ к ним можно получить только в платном аккаунте. Минимум 3 доллара в месяц, за который вы получаете доступ к архиву и дополнительные 19 гигабайт на облаке. 3 доллара в месяц за безопасную переписку и 20 защищенных гигабайт. Много это или мало — решать вам. Вот такой он новый Пирио. Изменений немного, но, во-первых, ничего революционного в сквозном шифровании вроде как уже и не придумаешь. И, во-вторых, хорошо, что перезапускают. Значит, живые. При всем уважении к другим мессенджерам, Пирио мне как-то нравится больше. Может быть, приживется он в России. Все, любите друг друга. Выходя из дома, закрывайте дверь. В неспокойное время живем. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.